Хаос недавно вышел на Нетфликс, и я не знал, чего ожидать, когда впервые включил его. Но могу с радостью сказать, что это одно из самых свежих шоу на платформе за долгое время. Сюжет о греческих богах и их вражде затрагивает темы веры, любви, предательства и загробной жизни в этой дисфункциональной семье бессмертных существ. С концовкой, явно намекающей на второй сезон, давайте разберем все, что можно было из нее вынести. Вот объяснение концовки «Хаоса» и обзор. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Объяснение концовки. Финал «Хаоса» раскрывает всю ложь и исполняет пророчество после уничтожения судеб Зевсом. Пророчество. Линия появится, порядок ослабнет, семья падет и воцарится хаос. Именно это и вызвало паранойю у Зевса, когда он обнаружил морщину на своем лбу. Он боялся хаоса, который мог последовать за этим предсказанием. В итоге так и случилось. Воцарился хаос, он потерял силы и пал. Однако, как говорили Мойры, пророчество сбывается только если в него поверить. И именно потому, что Зевс следовал ему, гнался за ним и действовал из-за прочитанного, оно в конце концов и сбылось. Давайте сначала рассмотрим историю Ритхи. Ритхи погибла в первой серии шоу и очнулась в месте, называемом подземным миром. Это было своего рода загробное царство. После смерти, если вас хоронили с монетой, вы могли пройти через так называемую Раму, чтобы получить шанс на жизнь лучше прежней. Это награда за верность богам. Однако, как мы увидели в конце, все это оказалось большой ложью. Рамка не обновляла людей, а отправляла их в ничто, где их души пожирались. Это питало фонтан, из которого пил Зевс. Это позволяло ему и другим богам оставаться бессмертными. Люди на земле не знали об этом и посвящали жизнь богам из-за этого обещания. Когда это открылось, Ритхи решила вернуться на землю, хотя была влюблена в Синеаса. Она хотела изменить то, как люди проживают свою жизнь. Жизнь дана лишь раз, и она хотела донести это, чтобы люди перестали поклоняться богам и верить в лучшее после смерти. К тому же Зевс устроил бойню, из-за чего в ничто поглощалось слишком много душ, и оно переполнялось. Нечто, показавшее его ненависть и жадность к смертным людям. Ритхи рассталась с Орфеем, хотя он спас ей жизнь и сделал больше, чем любой смертный прежде. Вернувшись, она встретила Кассандру, назвавшую себя пророком и сказавшую, что Ритхи теперь тоже пророк. Возможно, теперь она видит смерть людей до ее наступления. Что до Синеаса, он обрел способность возвращать души людей из небытия обратно в тела. Почти даруя жизнь в подземном мире, мы видели, как он сделал это с матерью в день ее смерти. В итоге он оказался в небытии, когда мать почувствовала вину за свои действия при его смерти. Но когда его душа ожила, Аид увидел, что он сделал с матерью и был потрясен. Это показало, что у него есть сила, которой никогда прежде не было ни у кого. Синеас сильно отличался от многих в преступном мире. В его душе жили любовь и сочувствие. Думаю, это и есть основа его уникальной способности. Что до Арии, она узнала, что брат Главк всю жизнь был заперт в темнице, и, найдя его, запустила цепь событий. Ее отец неверно понял пророчество. Оказалось, что дочери суждено убить его. Что в итоге и произошло. Это привело к тому, что Арии стала правительницей, и в новом положении она решила объединиться с троянцами и все исправить, делая полностью противоположное отцу. Она намеревалась освободить людей от богов, разрушить Олимп и восстановить Трою. Похоже, это, вероятно, произойдет во втором сезоне шоу. Что касается Зевса, его мир начал рушиться, когда сбылось его пророчество. Прометей претендовал на трон, Зевс потерял силы, Гера ушла в поисках власти, а сын отправился в путь разрушения. Зевс был злодеем, заботившимся лишь о своей власти, а не о почитателях или семье. Он обвинял всех в питье из фонтана, хотя сам пил его досуха. Зевс не верил в любовь, он был эгоистом. Лишенный сил Зевс стал изгоем, а подземный мир набирает души, иссушая фонтан. Зевс, вероятно, потеряет бессмертие, а люди на земле могут прозреть. Мое мнение, шоу мне очень понравилось, оно было легким, особенно в сценах с Зевсом, но при этом глубоко исследовало тему работы систем верований. Идея о том, что люди могут верить во что-то без явных доказательств, стала интересным поворотом для шоу. Хотя речь шла не о конкретной высшей силе, а о вере в мифических богов и обещания загробной жизни, заставляющие людей посвящать этому жизнь, казалось, шоу пыталось прокомментировать разные системы верований. Еще одним сильным элементом была история Ридди и Канеуса с их зеркальными пророчествами и открытием Ничто, где обещанная система верований оказалась несуществующей, а боги просто пировали душами. Тема любви, сосредоточенная на Ридди и Дорфеусе, была действительно душераздирающей, когда мы увидели, как кто-то буквально спустился в подземный мир дальше любого смертного, чтобы вернуть ее, а она не захотела быть с ним. Это было душераздирающе, но и невероятно красиво, ведь любовь была односторонней. Но между ними сохранилась глубокая забота, когда Ридди вернулся на Землю. Прометей как рассказчик отлично разрушил четвертую стену и намекнул на будущие события. Его дерзость и объяснения в середине сезона были великолепны. Это сработало идеально, ведь Прометей был одинок и ему ни с кем было поговорить. Структурно это было сильно, и мы прониклись к нему больше, чем к другим персонажам. Мне понравился стилистический подход с черно-белым изображением подземного мира. Думаю, это сделали, чтобы показать безжизненность среды. Убрав цвет, легче передать это визуально. Также, мне кажется, это отражает атмосферу лжи, обмана и эксплуатации в этом мире. Саундтрек к шоу тоже произвел на меня сильное впечатление. Песни в титрах всегда соответствовали тому, что мы смотрели час и звучали очень эффектно. Джефф Голдблюм был забавным, но именно семейная динамика сделала шоу комедийным в своей основе. Будь то его отношения с братьями, паранойя насчет жены или связь с сыном. Голдблюм отлично передал злобную сущность Зевса. Просто убивал людей из-за потери часов, жадно охотясь за их душами, чтобы пить из фонтана и оставаться бессмертным. Это был чистой воды эгоизм. Еще один плюс шоу. Оно отлично снято и выглядит очень глянцево. Это действительно похоже на комедию, в которую вложили много усилий. Напомнило «Джентльменов» или «Большой куш» Гая Ричи с резкими паузами и представлением персонажей-рассказчикам. Я бы назвал это шоу освежающим и приятным, не слишком серьезным, но гордящимся глубокими темами и сюжетом в центре внимания. Похоже, шоу писали с расчетом на второй сезон. Надеюсь, платформа его выпустит. Оно этого заслуживает. Вот такой обзор хаоса и объяснение концовки.